Наивные вопросы трихологу. Конечно же, у нас в гостях Анна Побелат. Добрый вечер, Анна. Добрый вечер. Будем сегодня все самое интересное про женщин, про мужчин, про волосы, про их выпадение, как им вырасти. Конечно же, самый главный вопрос, который всегда всех девушек волновал, сейчас после зимы еще. Еще волосы хочется длинные, красивые. Как их возможно отрастить? Что нужно для этого сделать? Для того, чтобы отрастить волосы, есть две задачи. Основная. Чтобы они росли от корня, другая, не портить их по длине. Потому что иногда у нас говорят люди, у нас выпадают волосы. Я вот задаю такой вопрос. Они выпадают с корнями, потому что не всегда это понятно, да? Или кусочками отваливаются. Потому что если кусочками, это история повреждения стержня. Часть всего нужно что-то менять. То есть надо иметь уход, окрашивание, парикмахера, то есть что-то из вот этого. Если волосы у вас плохо растут, если они выпадают, вы видите волосы с белым кончиком. Это мертвые волосы, которые умерли примерно 100 дней назад, да? То есть возможно, что выпадение – это избыточное. Что значит избыточное? Вы начинаете его замечать. Мы привыкаем к нашему обычному выпадению волос, при котором волос на голове меньше не становится. Это норма. Как только выпадение становится больше 20%, мы начинаем это видеть. Как только вы начали видеть обильное выпадение волос, вспомните, что было за последние полгода с вами. Приём отмена каких-то препаратов, стресс, болели ли вы с температурой. То есть какая-то история, да? Вот такая похудение, таблетки, контрацептивы, приём отмена. Любые качели, в принципе, как мы говорим, да, которые в нашей жизни могут случаться. А как отрастить, если выпадения нет? Улучшать кровоток, улучшать кровоснабжение волосистой части головы. Для того, чтобы выглядеть красиво и хорошо, как часто вы моете голову, утром или вечером. Если вы моете голову, например, с утра, часто у нас пациенты так делают, я рекомендую выбирать лосьоны без спирта на ночь. На ночь нанёс – утром красивый. Если вы моете голову вечером, можно использовать лосьоны, где будет спирт. Иначе, в принципе, с утра можете с несвежими волосами быть. Кровообращение – это мы в том числе про массаж говорим какой-то дополнительный или что? Нет, не массаж, а именно там лекарственные травы содержатся, например, пептиды в лосьонах. И все они в большинстве своём будут вызывать приток крови, то есть вызывать лёгкое покраснение кожи головы. Вот знаете, я ещё помню, какое-то масло было, альтоликропивное раньше, когда я маленькая была в школе. Вот и что-то там ещё перцовое мы наносили. Масло мы вообще на кожу головы наносить не рекомендуем. Это международное. Пожалуйста, никакого масла не наносить, ни в коем случае. Будет хуже. Будет только хуже, да. То есть все маски не работают, народные. И, значит, смотрите, насчёт массажа волосистой части головы, если есть сиборея, то есть волосы быстро пачкаются, только усилится сиборея. Поэтому работает то, что не смывается. Корень расположен на глубине 3-4 миллиметра. Хорошая физиотерапия – игла. Как мы с диетологом разговаривали, в том числе про витамины, есть ли какой-то, не знаю, список витаминов именно для волос? Я, к примеру, пью там коллаген уже какой-то период времени. Я только спустя там полгода начала какие-то подвижки замечать, ну, изменения там в волосах, там, ногтях и так далее. Есть ли список витаминов для роста волос? Анализы. Анализы крови. Для того, чтобы что-то пить, надо понимать, оно надо тебе или нет. В принципе, у нас дефицита витамина группы В считается, что у человека, который привержен европейской диете, то есть не ест один шлифованный рис, да, не будет. Это миф. Чаще всего, если вы полноценно питаетесь, дефицита витаминов группы В нет. Но обязательно нужно сдать кровь, нет ли железодефицитной анемии. Вот если есть анемия, там могут цеплять, да, с собой, например, может быть, дефицит В12. Поэтому мы сдаём кровь, ну, если хотите, на В1, В6, В12, естественно, не на приёме таблеток. Ну, то есть вам нужно сделать перерыв. Но вообще, конечно, в идеале не меньше месяца. И обязательно витамин Д. Вот витамин Д рекомендую сдавать всё-таки, прежде чем пить. Развернутый биохимический анализ крови. В1, В6, В12, как я сказала. То есть витамин Д. То есть вот это мы смотрим. Обязательно в крови это биохимия, уровень ферритина. Это запасы железа в организме. Потому что гемоглобин может быть ещё нормальный. Скажу, норма ферритина. По некоторым источникам не ниже 30, по некоторым не ниже 40. Ну, вот, по крайней мере, на этот уровень надо равняться. То есть гнать его до веса не надо. Это недоказуемо. Потому что мы смотрим статистику. Бывали, допустим, как, не знаю, всё равно мы животные в своём роде. Есть линька у животных. Есть сезонная линька. Временная. Вот когда у нас мы знаем, что это временно, это проходит нормально всё? Либо это уже затягивается, мы понимаем, что проблема есть с выпадением. Значит, сезонная линька. У нас конец лета, начало осени. И также, в принципе, вот сейчас этот период. То есть может немножко усилиться выпадение волос. Опять же, это накладывается ещё на витаминоз сезонный. Поэтому, конечно, налегаем на овощи, на фрукты. В принципе, можно пропить общеукрепляющие, да, то есть препараты для улучшения роста волос. Сколько там месяц, месяц, не больше длится же, когда мы начинаем уже переживать, что это всё-таки может не линька, а у нас проблемы какие-то с волосами. Вообще, смотрите, если есть какой-то фактор, то есть ангиной вы переболели, то есть месяца 3-4 будут выпадать волосы. Что бы у вас ни было, это не начнётся завтра. То есть это будет месяца через два и должно закончиться, в принципе, к полугоду после события. Ну, как его выпадение после ковида в своё время, да? У меня до сих пор ещё раз так отрастает ещё после ковида. Поэтому всё, что вступило в эту фазу, фазу телогена, да, преждевременно, оно голову покинет. Но параллельно нужно улучшать рост новых волос, чтобы быстрее это пережить. Обратно мёртвые волосы вы не вернёте. Фолликул при этом остаётся живой. Поэтому не печалимся, ничего страшного нет, улучшаем кровоснабжение. Что бы вы ни делали, вы должны это делать не меньше 3-4 месяцев. Как мы говорили, телоген идёт 100 дней. Поэтому выбирай ту схему, которую ты чётко будешь делать 3 месяца. Месяц не работает ничего. То есть быстрого результатов здесь не бывает. Всё долго. Категорично, Анна, всё. Ну, это правда. Давайте тогда, если мы уже про выпадение волос, дойдём до облысения. Мужчины, конечно же, тема облысения, лысин. Вот вообще, насколько можно предотвратить, если видишь, что начинается этот уже процесс. Либо этот процесс необратим. Мужчин. Лысин той самой. Значит, вообще, в принципе, у нас существует андрогенетическая лапеция, мы про неё говорим. Она бывает по мужскому и по женскому типу. И вообще, ей всё равно, кого поражать, мужчину или женщину. Так, если честно, у женщин у нас полно с андрогенетической лапецией. Лечатся они одинаково. Значит, чем раньше стадия, а как заметить вообще? То есть, потому что, на самом деле, волосы начинают устончаться. И волосы начинают редеть в определённой зоне, да, в лобно-теменной зоне. И даже если мы говорим про девушек, она говорит, а вот косичка стала не та, хвостик стал не тот. Вот этот повод задуматься. На самом деле, андроген ест волосы медленно. То есть, здесь не будет волосопада. Что значит ест? А мы так и говорим, ест. Потому что, в конце концов, у нас гибнет волосяной фолликул. К сожалению, эта ситуация такая. Называются эти лапеции бифазными. То есть, сначала она обратима, а потом уже, к сожалению, нет. А то есть, можно ещё на какой-то стадии? Конечно. Это когда мы начинаем? Если у вас есть беспокойство какое-то, да, по поводу состояния лоз, лучше придите к нам на ранней стадии, и только трихоскопия нам скажет, что там за диагноз. И мы скажем, стоит беспокоиться или нет. Потому что это раннее стадие андрогена, оно всегда обратимо. То есть, мы можем, в принципе, вернуть прекрасно эти волосы. Какими-то уже препаратами что-то колет. То, что действует. И в зависимости от стадии. То есть, чем раньше обратился, тем быстрее и дешевле. Давайте так. В принципе, это получается тоже при помощи анализов, да, всё выясняется? Нет, трихоскопия. То есть, мы смотрим, у нас есть специальное оборудование, где мы смотрим толщину волоса, определяем количество волос лобно-теменной и затылочной. Но если говорить попроще, да, здесь должно быть больше и толще. Здесь меньше и тоньше. Если они хотя бы равны, это проблема. Вообще, это генетически, кто склонен к такому, передаётся? Вот есть же люди, у которых всё в порядке, есть люди, которые к этому склонны. От чего это зависит? Это приобретённая или только генетика? Генетика. И мужчины, и женщины. На самом деле, можно унаследовать и от мамы. То есть, мужчине. Не обязательно. Только от папы по мужской линии. То есть, и женщина может унаследовать и от папы, и от мамы. У меня есть пациент, у которого брат-близнец не лысеет, а он лысеет. Одно яйцовой близнецы. Да? Да. Интересно. А есть ли, как вы сказали, уже стадия какая-то, не знаю, совсем-совсем последняя, уже лысина, прям категоричная? Средовые факторы. Вот перебью немножко, потому что это очень важно. Доказано, что ультрафиолетовое излучение, то есть надо голову закрывать, курение, употребление сладкого и жирного способствует и стрессу, развитию андрогенетической лапеции. Так что смотри, что ешь. Что ешь, где стоишь. Лишний вес, да, и курение. Доказано уже. То есть, в принципе, что-то может более быстро спровоцировать, да, это? Да. Как вы выяснили, есть ли стадия совсем последняя, уже есть лысина, есть ли какой-то шанс вернуть шевелюру? Только пересадка. Да, то есть там, где голая кожа, образно говоря, да, вот иногда приходят люди, есть углы. То есть классическая мужская история, да, расширение углов, лобно-височных, озера, надежды, да, озеро в лесу. Конечно, очень поэтично и красиво. То есть я говорю, что на голой коже мы ничего не вырастим. Я могу сделать волосы толще там, где они есть. То есть пушок сохранён, мы можем сработать. Но на голой коже нет, чтобы не было лишних надежд. Поэтому за год мы восстановим всё, что можно на волосистой части головы сделать. Я всегда говорю, лучше сначала сделай своё, а потом уже доза крой пересадкой, если хочешь быть как 18 лет. Пересадка – это всегда тоже очень интересная тема. Все слышали про неё. Откуда пересаживают волос? Затылочные зоны. То есть это зона гормонально независимая, налобно-теменную зону. Что значит гормонально независимая? Ну вот представьте себе, вспомните Владимира Ильича Ленина. Вот где у него было поредение, да? То есть вот берут затылочные зоны, но, кстати, в этой стадии уже не возьмут. Сейчас все понимают, о чём мы говорим. Да, в этой стадии уже не возьмут, потому что донорская зона очень узкая. То есть ты не троешь красиво. Есть ещё, но на самом деле уже доказано, что андрогенетическая лапеция поражает всю голову. То есть уже описаны инверсные формы, то есть затылок тоже. Поэтому чем раньше, тем лучше. Но смотрите, скажу, как я обычно говорю пациентам. То есть если ты говоришь, а, пойду сделаю пересадку. Пересадка – это твоя заявка на пожизненное лечение. Потому что иначе у тебя впереди будет чёлка, если ты бросишь-то лечиться. Сзади будет участок голый, да? Вообще некрасиво. Лучше вообще не делать. Это, получается, тоже несколько этапов? Нет, потому что, смотрите, у вас сохраняются гормонально зависимые волосы. То есть, ну вот, допустим, у вас углы сначала были, да? Вы сделали углы. А дальше вы бросили лечиться, ничем не лечитесь. И процесс идёт, как он должен был идти. И вот до сюда у нас формируется поредение. То есть здесь торчит два клока волос, а здесь это некрасиво. То есть нужно помимо пересадки заниматься комплексное лечение. Поддерживать лечение, да. Но это несложно, это не трудно, это несложнее, чем бриться. А на сколько стоит пересадка? Мне всегда очень интересно был самый наивный вопрос – пересаживать волосы. В зависимости от стадии. Ну, то есть углы – это одна история. То есть если там большая… Ну, там волосы на луковице одной считают. Нет, там считается так. Там считается за графт. Что такое графт? То есть волосы не растут по одному. Волосы растут фолликулярными группами, юнитами. Ну, вы представляете, как деревья, по три штучки. И поэтому пересаживаются они вот этими вот участочками, они пересаживаются. Их разделять вот так нельзя. То есть у вас будет ниже приживаемость. И вот от того, сколько графтов пересадили, то есть зависит цена пересадки. Но я говорю всегда сначала вырасти своё. Средний. Потому что хирург, ну, средний. Сантиметр квадрат. Ой, мамочки, страшно. Ну, то есть там, где вы её сделаете, это довольно большие суммы. Поэтому я говорю, давайте сначала сделаем своё. От пересадки, ну, по сути же, эта операция, ну, грубо говорю, опять же, грубо, калечащая. Ну, потому что у тебя же ничего от неё не прирастает. То есть здесь волос становится меньше. Правильно? То есть это же твои волосы, которые перемещаются. Ну, лучше заниматься лечением. Поэтому раньше пришёл, видишь, и пересадки не будет. Буквально пару минут всё-таки. Давайте ещё вернёмся к волосатым людям, хочу сказать. Про окрашенные волосы, про девушек окрашенные волосы. Влияет ли как-то на рост? Действительно ли краска портит ли бы? Это всё уже мифы, которые уходят в прошлое. Бладненьки, брюнетки. Вот мы блонд красимся, можем ли мы здоровый волос красивый иметь также с брюнетками? Вообще мы, конечно, говорим так. То есть качественное окрашивание качественными препаратами – это, по сути, лёгкий поверхностный пилинг. Лёгкий поверхностный пилинг. Но если, конечно, используются у нас агрессивные составы, да, чем более агрессивный состав мы наносим, тем больше оно воздействует на кожу головы. Ну, это, в принципе, понятно. Но мы не запрещаем нашим пациентам краситься, то есть ни в коем случае. То есть делайте как обычно. Во время лечения пациенты красятся наши. Да? Я просто всегда замечаю, когда, наоборот, покрасишься, и придёшь, у тебя всё-таки волос как будто бы как обновился, красивенький, гладенький, ровненький. Лечение никогда не должно быть тяжелее заболевания. Так, и про мытьё головы, конечно, хочется спросить тоже извечный вопрос, который всех мучает. Как часто нужно мыть голову? Кто-то раз в неделю, через день, кто-то каждый день. Я вот каждый день мою, у меня муж вообще по несколько раз даже может, и переживает всё, что может быть не надо. Или это тоже миф? Моем сколько нужно? Значит, моем мы под кожу головы. Ну, то есть мы подбираем шампунь под кожу головы. Если вы моете голову, ну, тут, смотрите, опять же, то, что хорошо для кожи, не всегда хорошо для волос. Мы понимаем, что и цвет будет быстрее отмываться, да, если мы говорим про крашенные волосы. В принципе, тогда требуется уход. То есть вы должны наносить белковые липидные препараты, то есть на волосы. За стержнем, как я всегда говорю, стержень покинул кожу головы, за ним уход, как за дорогими ботинками, которые вы любите. Всё, он дышит, не дышит. Понятно, что он не дышит. То есть просто грамотно, красиво ухаживает. В принципе, состояние для нас нормально, да? То есть у кого-то пожарнее волос, по-чащему это нормально. Это нормально, потому что если на коже головы будет сиборея, то есть если там будет сальность, это может привести к сибореяный дерматиту. А сибореяный дерматит может привести к выпадению волос. Потому что доказано, что даже воспаление у нас снижает чувствительность пациентов к миноксидилу. То есть миноксидил, да, то средство, которым мы лечим, поредение мужчин, ну, один из препаратов. К нему чувствительность вообще, в принципе, при воспалении на коже головы падает до 55%. То есть практически до 50%. Всё, я думаю, давайте на этом завершим. Всё-таки разобрались, что нужно следить за своим здоровьем, комплексно подходить к вопросу. Если есть какие-то проблемы с волосами, Анна Побеват. Задавайте вопросы. Трехолог, спасибо вам большое, что нашли время. Спасибо огромное. Продолжение следует...